МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия. Информационная программа «Республика» в студии Ольга Пырычкина. И в этом выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Безопасные выборы. В Доме правительства обсудили меры по обеспечению безопасности при подготовке и проведении единого дня голосования. Оформить документы, получить подарок. В Чебоксарском МФЦ чествовали миллионного посетителя. Накормим всех. Чебоксарский фестиваль ухи и шашлыка станет традиционным. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА До сентябрьских выборов главы Чувашии и органов местного самоуправления остается все меньше времени и уже началась предвыборная кампания. Сегодня в Доме правительства состоялось заседание антитеррористической комиссии оперативного штаба по вопросам обеспечения безопасности в период подготовки и проведения выборов. 13 сентября жителям Чувашии предстоит осуществить свое избирательное право. На должности главы республики зарегистрировано 5 кандидатов в органы местного самоуправления более 7 тысяч. Шесть политических партий выдвинули своих представителей на различные посты. Предвыборная кампания уже стартовала. В настоящее время все избирательные комиссии готовы к предстоящим выборам. Сформированы надлежащим образом. Проходят сейчас обучение. Особое внимание уделяется обеспечению безопасности во время проведения выборов. Со 2 по 12 сентября будут проходить досрочные выборы. Правоохранительные органы на этот период организуют дежурство и патрулирование. В день голосования меры усилят. Разработан комплекс мер по пресечению террористических актов. Ведется проверка готовности избирательных участков. Комиссии созданы. Они ездят по избирательным участкам. Здесь и силы госпожнодзора задействованы, и органы внутренних дел, и органы местного самоуправления. Поэтому на данный момент пока таких особых нареканий нет. Тесное взаимодействие всех органов власти и ведомств является ключевым при подготовке к выборам. Как отмечают представители ЦИКа, к началу сентября все участки для голосования будут полностью соответствовать требованиям безопасности. Татьяна Леонтьева, Сергей Рябчиков, Республика. 23 новых автомобиля скорой помощи получили медики пяти районов Республики. Ключи вручил временно исполняющий обязанности главы Чувашии Михаил Игнатьев в рамках рабочей поездки в Шумерлю и Красночитайский район. Подробнее в нашем репортаже. Ключи от 23 новых автомобилей скорой помощи получили медицинские учреждения нашей республики. В их числе бригады из Чебоксарского, Алатарского, Бресенского и Вурнарского районов Чувашии. Полностью обновился автопарк неотложки Шумерли. В распоряжении бригад скорой помощи появилось пять новых машин. Все это стало возможным благодаря проекту частного государственного партнерства «Новая скорая помощь». Благодаря реализации этого проекта за это время мы смогли обновить порядка 80, включая сегодняшние машины, порядка 80% всего автопарка машин скорой помощи. В первую очередь это комфортность работы наших врачей, наших средних медработников, фельдшеров, санитаров. Это, естественно, сказывается на качестве оказания медицинской помощи, сказывается на удовлетворенности наших пациентов и, конечно же, на повышении качества оказания медицинских услуг. Водители по достоинству оценили помощь республиканского правительства. Я проработал 19 лет. Уже получаю третью машину. Ну, по сравнению со старыми машинами, это уже более комфортабельные, быстроходные. В общем, эти соболя получили очень приятно. Все вездеходы. Для нашей местности это очень важно. На новом зерноскладе самого крупного хозяйства Красно-Читайского района Коминтерни Михаил Игнатьев увидел, как идет сортировка и сушка собранного урожая. Новый склад, вместимостью 2000 тонн зерна, был построен на месте старого год назад. На строительство потрачено более 3 миллионов рублей. В селе Красно-Читай Михаил Игнатьев проинспектировал строящийся детский сад на 160 мест. На площадке уже возведены стены будущего здания. Ведутся работы по укладке плит перекрытия. Директор подрядной организации пообещал, что до конца года социальный объект будет сдан в эксплуатацию. В деревне Мочковаше жители отметили сразу два события – День поселения и открытие нового фельдшерско-акушерского пункта. Более 2,5 миллионов рублей было выделено из республиканского бюджета на строительство этого медпункта. А всего в Красно-Читайском районе будет создано 6 фельдшерско-акушерских пунктов. К дню зданий 100 фапов будут введены, и я поставил перед правительством задачу, перед администрациями районов, тех населенных пунктов, где мы не могли сделать, на первом этапе, еще 50 фапов будем строить, для того, чтобы оказать своевременно доступно, шаговой доступности, в данном случае получается, селянам, эту медицинскую помощь. Вместе с Михаилом Игнатьевым сельчане оценили уровень комфортности медпункта. На моем участке это первый модульный пункт, мы очень рады и благодарны всем, кто принимал в этом участие. Конечно, очень хорошо, что сделали медпункт, все-таки старые люди и с маленькими детьми очень плохо ездить. Не у всех есть транспорт, будем говорить так. Конечно, все рады, и мы пришли на праздник порадоваться за всех. Юлия Важенина, Елизавета Зайцева, Сергей Рябчиков, Республика. В сложившейся экономической ситуации особое внимание уделяется регулированию цен на отечественную сельхозпродукцию, продукты питания, товары и услуги. В правительстве Чуваши обсудили вопросы развития АПК и положения дел на потребительском рынке Республики. Насколько готовы производители к осенне-зимнему сезону и стоит ли ожидать повышения цен в следующем репортаже. Крупы, фрукты, овощи, рыбные, мясные и молочные продукты. Перечень товаров, за ценами на которые ведется ежедневный мониторинг, широк. По данным Министерства сельского хозяйства Республики, сейчас наблюдается некоторый рост стоимости овощей. Однако, в ведомстве рекомендуют не бить с тревогой, ситуация должна стабилизироваться. Уборка овощей, картофеля, она только начинается и, конечно, цены еще не достигли минимального значения. Ну, конечно, много будет зависеть от погодных условий. В целом, в этом году мы планируем собрать картофеля больше, чем в прошлом году. Это где-то 600 тысяч тонн или на 3,4 процента корни прошлого года. И овощей 145 тысяч тонн, это где-то на 2,1 процента больше, чем корни прошлого года. Окончательно цены сформируются только после уборочных работ. Специалисты отмечают сезонные колебания стоимости отдельных видов продовольствия, товаров и услуг. Выросли цены на обуви, стеклянные, по сути, школьные принадлежности, стройматериалы, моторное топливо. И то же самое по услугам. Внизу видно, что железнодорожный транспорт, ежегодный повышение коммунальных услуг, услуги страхования. Перед правительством республики стоят непростые задачи. Сегодня испытывают трудности наши производители, сельхозтоваропроизводители. Здесь необходимо балансировать над политикой сдерживания роста цен, ну и, соответственно, отстаиваемый интерес от наших производителей. Совсем скоро начнут свою работу традиционные ежегодные ярмарки «Дары осени», на которых сельхозпроизводители без посредников продают выращенный урожай. Такие ярмарки положительно влияют на ценообразование. Татьяна Леонзева, Елизавета Зайцева, Олег Якимов, Республика. Оформить загранпаспорт, охотничий билет, субсидии, эти и множество других услуг оказывает Чебоксарский МФЦ. Сегодня в дополнительном офисе, который уже год работает в ДК «Салют», принимали миллионного посетителя. Год назад в рамках расширения сети МФЦ в ДК «Салют» открылся дополнительный офис. Он стал вторым в столице республики. Он работает по новой общероссийской системе «Мои документы», которая в скором времени станет единой для всех отделений. В помещении 19 окон. Сотрудники на входе ориентируют человека, чтобы сэкономить его время. Первый из офисов МФЦ в Чебоксарах открылся в 2010 году. И вот сегодня оформить документы пришел миллионный за пять лет посетитель. Нам настолько приятно и неожиданно. Спасибо всем огромное. Мы обращаемся уже не в первый раз. Приходили на постановку детского сада и по различным вопросам. Нам очень все нравится. Нам нравится специалисты, насколько они приветливые. При населении города Чебоксара чуть менее 500 тысяч, мы уже практически каждого жителя города Чебоксара уже по два раза встретили, обслужили, проконсультировали, приняли документы. И этот процесс, он не стоит на месте, ускоряется. Я думаю, двухмиллионный наш заведитель будет буквально в ближайшее время. На сегодня в столице работает три офиса МФЦ. Там действуют 54 окна, а также 4 пункта обращения в отделениях Сбербанка. В этом году планируется открыть самый крупный филиал в Новоюжном районе. Это должно существенно снизить время ожидания заявителей. Алексей Табинов, Расиль Мухаммедов, Республика. Сегодня в Министерстве строительства прошла горячая линия по вопросам оплаты жилищно-коммунальных услуг. Напомним, что с 1 июля изменились тарифы. Для каждой семьи плата варьировалась в зависимости от поставщиков коммунальных услуг и объема потребления. По этому поводу у жителей республики возникло немало вопросов. Добрый день, горячая линия, слушаем вас. За два часа работы горячей линии по вопросам оплаты жилищно-коммунальных услуг специалисты Министерства строительства, госжилой инспекции и службы по тарифам приняли 11 звонков. В первую очередь звонившиеся интересовались повышением цен за горячую и холодную воду, а также взносами на капремонт. Представители всех ведомств, занимающихся коммунальными услугами, максимально открыто отвечали на поступавшие вопросы. Те, кто не смог обратиться сегодня в горячую линию, могут обратиться в горячую линию ведомств Чувашской республики. Контактные сведения вы можете найти на официальных сайтах. Обращались такие категории граждан, как ветераны труда Чувашской республики, пенсионеры и представители многодетных семей. МВД по Чувашии разыскивает сбежавшего из колонии поселения в АлатРе заключенного. Его отсутствие замесили 15 августа на рабочем месте. Александр Ладин был осужден в феврале 2015 года на 8 месяцев за нанесение побоев и применение насилия. Он имел право о свободном перемещении. Ладин родился в 1967 году в Нижегородской области. До осуждения проживал в Чебоксарах. Ранее был судим. МВД по Чувашии обращается к жителям республики. При наличии сведения о местонахождении Ладина сообщить по телефону, который вы видите на экране 02-62-05-91 или дежурная часть 39-08-50. Следующий сюжет. Не рекомендуется смотреть на голодный желудок и тем, кто сидит на диете. В День города мы побывали на фестивале ухи и шашлыка. Лужайка певческого поля превратилась в одну большую кухню с самого утра. Здесь на кострах дымились котлы сухой. На мангалах жарился шашлык. Разные виды рыбы, мяса, овощи и специи. Как все-таки жаль, что телевидение не передает запахов. В этом году в фестивале участвуют 10 команд. Это разные рестораны и кафе столицы Чувашии. И у каждой свой уникальный рецепт. Особенности этой ухи – приправы, которые специально я каждый год привожу в Армении. То есть горные приправы. В этом уха с добавкой, пшеничной добавкой тут идет, сытная уха. То есть народная, деревенская. Сколько женщин, сколько кухни, столько и мнений, столько и добавки. Кто-то использует для своей ухи морепродукты. Красную рыбу кто-то исключительно ту, что можно поймать в Чувашии. Добавляются все сорта рыбы, которые находятся у нас в Волге. Профессиональный секрет, чтобы рыба не разварилась и попадавалась целая. Ее надо специально надрез делать по спине. Будем удивлять, ну, Чувашской травой именно сердце у нас добавляется. Ну, а остальное все по стандартам. Это бульон из рыбы, рыба сама и лук. И готовится, естественно, все на костре. Некоторые добавляют водку в конце приготовления или уже обгоревшая полена. Для придачи определенного вкуса, копчености блюду. Кулинарная битва шла не только на открытой площадке у костров. Приготовить уху еще полдела. Важно правильно ее подать. Слевировка у нас действительно уникальная. Сегодня мы предоставили нашу посуду исключительно экологическую, чистую. То есть это съедобная посуда, сделанная из хлеба. Жюри досталась сложная, кропотливая, но чрезвычайно приятная работа. Все попробовать, а затем наградить поваров по номинациям. Оригинальная рецептура, оригинальное оформление блюда, образцовое ухо, рыбный шедевр и другим. В любом случае, проигравших не было. Как говорят, победила дружба и аппетит. В Чубаксарах разыграли награды профессионального турнира единоборств. В сватку за престижные призы и титул чемпионона Европы вступили и чувашские спортсмены. За боями лучших из лучших наблюдали и мои коллеги. Чувашские бойцы задали тон турниру уже на предварительных поединках. Хозяева ринга не оставили соперникам никаких шансов. Они одержали победу в шестях и семи схватках. И видно, что отлично работает тренерский состав. У парней есть блеск в глазах, есть желание и стремление. А значит, не, скажем так, за далекими буграми олимпийские медали чемпионата мира. И также, что касается моего спорта, смешанных наборств, возможно, отсюда с Чувашей будут загораться и новые звездочки нашего спорта ММА. Программа турнира насыщена. На ринге за призовые места боролись боксеры, кикбоксеры и поклонники Панкартиона. В Чубаксары приехали лучшие спортсмены из Ульяновска, Дагестана и Москвы. На стадионе за боями наблюдали более 300 человек. Разогреть трибуны удалось. Зрители не испугало. Даже прохладная погода. Я смотрю, оцениваю ситуацию, что ежегодно все больше и больше молодых людей втягиваются в эти спортивные состязания. У нас есть отдельные яркие личности, которые побеждают на чемпионате Европы, на чемпионате мира. Но главными героями этого вечера стали чемпион Узбекистана Нуриддин Джамалов и обладатель Кубка мира. Артур Шишокин. На кону главный трофей турнира – пояс чемпиона Европы. Несмотря на прогнозы болельщиков, чебоксарскому бойцу так и не удалось отправить своего противника в нокаут. Позже Артур Шишокин признался, что одержать победу ему было непросто. Повести в счете и завоевать решающие баллы обладателю Кубка мира удалось только после шестого раунда. Против лома чемпиона Узбекистана приемов подобрать не удалось. Заветный пояс достался хозяину ринка. Все помогает. И стены, и болельщики, и тренировка. Постоянная тренировка. Все равно уверенность в себе. Выходишь на бой. Уверен во всем. Соперник был неуступчивый. Бой был конкурентным. Но я был уверен в Артуре на 100%. Он очень вырос за последнее время. Но в ближайшее время Артур Шишокин начнет подготовку к бою за титул чемпиона мира среди профессионалов. Организаторы планируют провести его также в Чебоксарах. Митрий Ковалев и Олег Якимов. Республика. Несколько минут назад на стадионе Олимпийский стартовала всероссийская летняя спартакиада инвалидов. Соревнования продлятся до 28 августа сразу на четырех спортивных площадках. На стадионе Олимпийский за медали будут бороться легкоатлеты. А на базе спортивной школы номер 3 пройдут соревнования по плаванию и настольному теннису. Турниры под дзюдо и бочья примет стадион Спартак. В спартакиаде примут участие спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата. Церебрального паралича, а также нарушениями зрения и слуха. В Чебоксаре на соревнования прибыли сборные из 48 российских регионов. Причем впервые на летней спартакиаде инвалидов выступит чувашская команда по бочи. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова